Здравствуйте, дорогие зрители! Вас приветствует программа «Время говорить». Пришло время обсудить рязанские события сегодняшнего дня. Случилось, как обычно, много всего, но мы остановимся на самых заметных известиях. Главное на сегодня. Почему она всплыла рязанские власти прокомментировали факт гибели рыб в речке Лыбеди? Пенсионеры на старт сегодня в спорткомплексе «Родной край» прошли состязания пожилых атлетов. Будем брать! Дорожные полицейские провели специальное учение по отработке методики стопроцентного выявления нетрезвых водителей. Но теперь перейдем к сути того, о чем говорили в анонсе. Итак, начнем с воды и рыбы. Вчера вечером рязанский народ обсуждал в соцсетях гибель рыбин в речке Лыбедь в районе проезда речняков. Речушка с таким добрым, ласковым названием у нас, к сожалению, напоминает большей частью, как в цыганской песенке «Ручеечка-ручеек». Но вот видите, рыба в ней еще вводится. Понятно, что первая версия местных жителей была связана с событиями. Прошлые недели, когда от запаха воды из-под крана было хоть на крышу лезь, потихоньку все наладилось, и вот вам еще водно-рыбная напасть. Но дальше муссировать слухи – дело уже для лавочки с семечками, а мы займемся фактами. Слово Глебу Галушкину. Здесь в понедельник местные жители, поднимаясь по мостику к Рязанскому Кремлю, обнаружились десяток мертвых рыбин. Рязанские экологи призвали городские власти тщательно расследовать этот инцидент. Чиновники из администрации Рязани вняли глаз у народа. Глава администрации Виталий Артемов подписал распоряжение о проведении служебной проверки. И вот первый комментарий о произошедшем. Хочу проинформировать по ситуации, которая возникла в реке Лыбедь, связанной с гибелью рыбы. В средствах массовой информации появилось сообщение, что это может быть связано с появлением специфического запаха водопроводной воды, подаваемой Сокской водозаборной станцией в ночь с 22 на 23 сентября. Мы не подтверждаем этот факт. Вчера проводились анализы по реке Лыбедь в определенных точках. Присутствие ни канализационных стоков не подтвердилось. По этому факту создана комиссия распоряжением глава администрации города. И данный факт будет расследоваться, и результаты будут представлены до пятницы этой недели. Работники водоканала сообщили, что река Лыбедь не является источником питьевой воды для горожан. Сейчас все водозаборные станции работают в штатном режиме. Аварийных ситуаций не было. Работники РМПТС в связи с началом отопительного сезона проводят ревизию тепловых сетей, чтобы избежать возможности попадания горячей воды в водоемы. Итак, что мы имеем? Официальные комментарии специалистов мэрии о том, что вчера вечером были проведены лабораторные исследования воды из Лыбеди. Следов канализационных стоков не обнаружено. Качество воды на всем протяжении речушки в точках мониторинга стабильное. Далее. В сетях канализации, проходящих рядом с лыбедкой, повреждений не выявлено. Канализационная насосная станция номер 4 работает в штатном режиме. Также РМПТС проводит ревизию тепловых сетей и запорную арматуру, чтобы теплая вода не попала в реку. Но еще мэрия сообщила, что река Лыбедь не является источником хозяйственного питьевого водоснабжения и забор воды оттуда для нужд города не производится. Таковы официальные известия. Мы, как вы сами понимаете, тоже выезжали, а точнее выходили на речушку во время съемок. Благо это рядом с редакцией. Проверяли, пахнет она или нет чем-нибудь химическим. Ну нет, не пахнет. Если не считать обычного запашка, что называется, тухлинкой. Но это уже история давняя. Может лыбить без этого ароматца, если только сторожилы и упомнят. Да и то самые сторожилистые. Вот пока так. Но, по всей видимости, еще какая-то информация всплывет. Только бы большая рыбка в речке кверху брюхом не всплывала. К другим городским темам. Вчера пошло тепло. По рязанским трубам начался топительный сезон. Вот известие о его старте из первых рук. Ну, планируем 8 дней. Это основная масса. А дальше уже будет работать, ну, обычно, как у нас, спуск занимает 10-12 дней. Нагрузка распределяется равномерно. Постепенно включается котельный. И по каждой магистрали набирается постепенно нагрузка. Поэтому включить, к сожалению, вот одной кнопкой отопления в один день невозможно. То есть это надо набрать расход и давление нашим станциям, Новорязанской, Дягильской, ТЭЦ. То есть, получается, до конца недели, все, да, 10-12 дней, как говорят. И вот оставшиеся объекты соцсферы, они также будут включены? Объекты соцсферы должны быть подключены уже завтра. По словам, с плана. Были не подключены на сегодняшний день те объекты, которые включаются с жилыми домами. То есть, которые находятся в поликлинике, какие-то еще там организации, которые находятся в жилых домах. Ну, если уже пошла такая рязанская коммунальная тема, то мы ее сейчас добьем в смысле информации мусорными известиями. С вывозом отходов у нас, где как. В домах побогаче, как правило, порядка больше, а в тех, что попроще, так бывает всяко. Как наводится порядок в этом деликатном вопросе? Вообще, можно ли это дело, что называется, должным образом поставить на рельсы, выясняла Оксана Тебенихина. А делом по работе с населением администрации города Рязани с середины сентября организован месячник по благоустройству дворовых территорий. Ведь зачастую мы и сами не замечаем того, как наши дворы превращаются в настоящую свалку. И виновата в этом только наша безалаберность и невнимательность. Оно ведь всегда приятнее, когда, собственно, ручно наводишь вокруг себя красоту. Свой труд, он всегда ценится. Тем более, что дворники порой не справляются со своими обязанностями. Некоторые управляющие организации недобросовестно выполняют свои обязательства. Не осуществляют ежедневный вывоз ТБО. Не осуществляют вывоз крупногабаритного мусора. К примеру, такие организации, как управляющая организация компании жилищно-октябрь, железнодорожного района ООО ЖУ-21, РПМК-3, ЖУ-6 постоянно имеют нарекания со стороны населения обслуживания домов. На сегодняшний день со стороны граждан поступает немало жалоб на некачественную работу коммунальных служб. Это касается и вывоза мусора, и благоустройства дворовых территорий. Приводить придомовые участки в порядок своими руками, несомненно, полезно. И все же, считают горожане, и мы с ними полностью согласны. Руководству города следует обратить свое внимание на качество обслуживания и работы в целом некоторых жилищных управлений. Сегодня в спортивном комплексе «Родной край» вышли на старт рязанские пенсионеры. Дело это было добровольное, даже веселое для наших возрастных атлетов еще бы. Те, кто прошел советскую закалку знаменитым комплексом «Будь готов к труду и обороне», не страшат никакие спортивные старты. «Будь готов, всегда готов» – девиз того времени применительно к физкультуре и спорту возвращается. Любви все возрасты покорны, а уж спорту тем более возраст не помеха. И в том, что в здоровом теле здоровый дух, сомневаться тоже не стоит. А сохранить на всю жизнь и то, и другое, что может быть лучше. Сегодня в нашем городе в Зюшор «Родной край» впервые состоялось физкультурно-спортивное мероприятие «Бабушки и дедушки на старт», посвященное Дню пожилого человека. В состязаниях участвовали четыре команды, в каждой восемь человек – четыре мужчины и четыре женщины. Примечательно, что возраст участников ограничен – мужчины от 60 лет, женщины от 55. Кто-то из них – профессиональный спортсмен, кто-то поддерживает форму, делает зарядку по утрам. Но все они в один голос уверяют, что спорт – это жизнь и, конечно же, здоровье. Участие в таких мероприятиях, во-первых, это пропаганда здорового образа жизни. Это пример для подрастающего поколения. И такие мероприятия добавляют эмоции, настроение хорошего. На веки со спортом. На веки. 45 лет в сборной команде области, России. Только что пробежали Есенинский пробег, выиграл в Гиблице. Это Аксеновский пробег, дважды герой Советского Союза, летчика-космонавта. Ну и сегодня примем участие и постараюсь показать хорошие результаты. Почему вы решили принять участие? Ну, за команду, за своих ветеранов. И вообще, чем человек больше двигает, тем здоровее будет. Всем того и желаю. А как считаете, вот спорт, он помогает вообще поддерживать здоровье, держать себя в форме? Конечно. Если вообще не двигаться, вообще ходить не будет. Я дома сама занимаюсь. Просто вот и так вот. Элементарные упражнения. Хотя бы, чтобы не застаиваться. А так, я считаю, что спорт – это для всех хорошо. От малого до великого. А в программу соревнований входила визитная карточка команды, спортивно-развлекательная эстафета и выполнение норм ГТО, которые снова в моде. И, конечно же, главное здесь не победа. Главное – участие и море позитивных эмоций, которые получили как соревнующиеся, так и зрители. Сегодня рязанские дорожные полицейские провели свои профессиональные старты. Дело в том, что, несмотря ни на что, пьянству за рулем никак и жить не удается. А потому полицейские изыскивают все новые совершенные методы для истребления этого позорящего наше светлое и настоящее явление. ГАИшники вышли на масштабную тренировку по отработке выявления пьяненьких автомобилистов в формате «взять всех». О том, как это было, в материале Глеба Галушкина. Достаточно давно рязанские инспекторы предостерегают автомобилистов от езды в пьяном виде. Но, наверное, это вечная тема. Наиболее эффективный метод работы по выявлению нетрезвых водителей это, как говорят дорожные полицейские, тотальные проверки. То есть остановка абсолютно всех автомобилей на определенной улице для проверок на состояние алкогольного или наркотического опьянения у владельцев транспортных средств. На автодроме под Шумышью личный состав регионального управления ГИБДД отрабатывал приемы проведения таких проверок. Здравия желаю старший лейтенант полиции Борисов. Сегодня проводится рейдово-профилактическое мероприятие появления грубых нарушений правил дорожного движения, а в частности употребление спиртных напитков и наркотических веществ для рулёна. Сегодня или вчера употребляли спиртные напитки? В целом учения прошли успешно, и теперь после детального анализа внутри подразделений дорожные инспекторы обещают уже в ближайшее время на практике применять тотальные проверки рязанских водителей, особенно в выходные и праздничные дни. Так что, образно говоря, полиция на поддавших водителей будет ставить сети с самой мелкой ячейкой, Как этот метод сработает на практике, узнаем совсем скоро. И завершает программу просветительский репортаж на тему установки счётчиков тепла, воды, электричества и так далее. Тема материала такова. Хочешь, не хочешь, оставить надо. К 1 июля 2012 года в нашей стране все дома должны были быть оборудованы общедомовыми приборами учёта электричества, тепловой энергии, газа и воды. Оплачивать закупку и установку счётчиков должны были собственники помещений в многоквартирных домах. Произвести оплату единоразовым платежом или же в рассрочку под небольшой процент решать каждому. Но раскошелиться придётся однозначно. Ну а установку оборудования возьмёт на себя управляющая компания. Если эта обязанность собственниками не выполнена и приборы учёта не были установлены самостоятельно до 1 июля 2012 года, то действия по оснащению общедомовыми приборами учёта должны осуществлять ресурсоснабжающие организации. Но в обязанностях собственников остаётся оплата данных расходов. В Рязани оснащению коллективными приборами учёта подлежат 2800 домов. В настоящее время в третьи домов коллективные приборы учёта установлены. По словам специалистов, такие меры были применены для того, чтобы обеспечить собственникам жилья прозрачность платежей, вносимых ими за коммунальные услуги. Проще говоря, раньше было не совсем понятно, куда перечисляются деньги собственников, откуда берутся долги и так далее. Зато теперь вкупе с индивидуальными счётчиками общедомовые приборы учёта позволяют гражданам сэкономить на коммуналке. Причём ощутимо. В наших двух домах приборы учёта, общедомовые приборы учёта стоят с 2005 года. Данные показания приборов учёта мы ежемесячно подаём в ресурсоснабжающие организации. Соответственно, оплату производим именно по этим приборам учёта. Экономия по данным приборам учёта достаточно объёмная. Допустим, за 2013 год экономия по отоплению составила с двух домов 3 миллиона 600 тысяч. Отказаться от предлагаемых услуг собственники уже не смогут. Если они не захотят добровольно оплатить прибор учёта и расходы по его установке, поставщики коммунальных услуг взыщут эти деньги через суд. Закон будет на их стороне. Ну что же, на этом время говорить о рязанских событиях закончилось. Но впереди у нас программа подробностей. Сегодня в студии ждём президента Рязанской региональной федерации селевого каратэ Рамиля Сакаева. У него как раз и будут подробности о заметном, даже знаковом событии в развитии этого вида спорта в российском масштабе. Встретимся в студии подробностей. Редактор субтитров А.Семкин